Я приехал из далеко от Сибирь, Южный Сибирь, на Верховый, в Могусь, в РК РСАГ. Я Верховный заманец Мухудова. Мое имя Харова, Черный Медведь. Следующим гостем будет главный заман Тувы, Каравол, Черный Медведь, который приехал из Сибири, Тувы, над реки Ленисей. Я приехал вам показать и вам пожелать хорошее здоровье, удача и благополучие. Что такое шаманизм и что-то по шаману. По сих пор в мире люди заблаждаются. Шаман – это вреднейшего человек, который помогает людям и здоровьем управлять, и рады проблем решать, и жизненные ситуации разные управлять. Я приехала здесь по-то, чтобы помочь вам, чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы вам было счастливы, чтобы вам было счастливы. Я приехала с такой помощью. Что такое шаманизм, шаманство? Многие люди заблаждают шаманизм в разных способах. И шамана тоже. Шаман – это, прежде всего, человек. Человек, который помогает людям быть здоровыми, счастливыми. Помогает людям в современных проблемах. Шаманизм – это вреднейшее магическое знание предковное, которое наши предки передали Богу, дедам, покровить свое потомство. Наши предки знали, что будет грязи всем, будет коммунизм. И в этом, чтобы не стремились шаманам, какой путь умный и предки, такой медовцы не дали. Шаманство – это, прежде всего, очень старичная, магическая знание. Шамане в многих вещах ведут о многих вещах раньше. Преведуали о том, что будут часы, когда шаманов будут гневить. Поэтому вымыслили свой способ на претрвание. Шаманизм умерили в середине века и инквизиции. У нас во время коммунизма выезжали шаманов, изжигали тоже. Были в анализационные лагеря только специальные шаманы. Но потом много лет это шаманство, шаманизм преследовали. И отчерняли, что это такое шаманство. Он – человек неболоседный, так называли. Это неправда. Надо менять взгляд на шаманство. Шаманство в Европе стало гневеное в веках среднего века и инквизиции. А шаманизм в России был гневеный через лет советские. Были специальные воздействия для шаманов, где шаманов физически сквозали. Это неправда. Шаман – это отчерняли. Шаман – это великий психолог. Шаман – это великий. Шаман – это великий. Шаман – это звездочерный. Шаман – это уладывает человека в мышки. Шаман может перелегаться в разных местах, даже в разных странах. Шаман – это великий психолог. Шаман – это великий психолог. Шаман – это уздоровитель. Шама есть astrolog. Шаман читает мысли. Шаман помешка в мире. Шаман может пропускать его в целом. Шаман может быть в свободе, 60-ти километрах. Караон имеет такое испытание, если кто потребовал его помощи, он был далеко. У нас в сумме шаманы очень востребованы, потому что есть такие болезни, которые не подаются в медицине. Только шаманы могут суметь эту болезнь найти и увеличить человека, поставить на ногу. Ихнили хоров, которые не могут себе порадить, а сын не может себе порадить шаманы и лечить. И разные детские заболевания, которые рождены, рождены в голове вода, и в кухоли, и природа младенца, врачи вытягивали шею. И разные детские заболевания, которые вы увидели. Вот, и в результате, только шаманы. Шаманы лечить в среду жизни хоробы психичной. Радить себе с лечением хороб психичных, эпилепсию. Радить себе с хоробами веку 10-го, особенно с водопроводом. С то, как и то лекарь вытягивают, смаривают. Психа больных, разными стрессами, депрессиями. Но если говорить о болезнях, это такие болезни, которые человека здесь, но разными местами, которые болит, вот этот шаман доступен здесь. Шаман с одной рукой достает энергии, с природой, а с другой рукой здесь и дает человеку энергию. Так как Караул говорил, что шамане радуют себе с лечением хороб психичных, инфронатизмом и так далее, и так далее. Одну руку выбирают энергию с натуры, с природы, а другую руку эту энергию показывают хорным людям. Наши два рисунка о том составе России. Единственная рисунка о том, что Россия разрешила шаману, закреплено в послушной рисунке. И государство Тува, нережное до России, не единственным страном, в котором шаманство является официально позволено и это позволено вписано в основной акт правный, то есть Конституция Тувы. Это единственная република, в которой тоже Осиане позволили на быть ищем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова